А какое расстояние можно проехать на остатках горючего? Это зависит от многого. В городе вы или на трассе, от времени года, от стиля вождения и даже от включенных гаджетов. А связано ли количество резерва с классом автомобиля? Когда загорается лампа уровня топлива, в баке остается 6-8 литров горючего на 30-60 километров. Эти данные от производителей бюджетных автомобилей. У них, как правило, маленький объем двигателя. А если в такой ситуации окажется автобизнес или представительского сегмента? Ведь они имеют более мощные и прожорливые движки. Может быть, у них заложен больший запас? Независимо от марки и модели автомобиля, с момента, как загорается лампочка топлива, в автомобиле остается порядка 6-10 литров, что составит примерно 30-80 километров. Итак, вывод. На бюджетном авто вы или на представительском запас в среднем 8 литров. А значит, особо не разгуляешься. В условиях городских пробок или если вы за городом топите по полной, этого хватит ненадолго. А какие рекомендации, чтобы увеличить пробег? Во-первых, все выключаем. Кондиционер, магнитолу, все подогревы, гаджеты и другие опции. Ведь каждый прибор — это нагрузка на генератор, а значит на мотор, а это лишний расход топлива. Оставляем только то, что необходимо по правилам дорожного движения — свет. Во-вторых, конечно, меняем стиль вождения. Никаких резких ускорений и торможений. Старайтесь двигаться без остановок с постоянной скоростью 40-60 километров в час. Если встали на светофоре, выключайте двигатель. Поверьте, эти рекомендации позволят вам преодолеть лишние пару километров, которых по закону подлости не хватает до заправки. Помните, частые подобные ситуации приводят к засорению топливной системы. В нее попадает грязь со дна бака, а это ведет к неисправности топливного насоса, фильтра и даже к проблемам с форсунками. Ремонт обойдется недешево. Поэтому заведите привычку — если горючего остается меньше четверти бака, обязательно сверните на заправку. А для особо забывчивых возите в багажнике полную 10-литровую канистру топлива. Места она занимает немного, а средств, времени и нервов сэкономит достаточно. Кстати, заливайте это НЗ в бензобак сразу же, как только загорится красный датчик.